Привет! Как дела? В 2009 году по всему Лондону пестрило огромное разнообразное количество статуй слонов. А в 2012 и 2013 годах по Лондону было разбросано огромное количество полуметровых яиц. Что это за слоны и при чем тут яйца? Сегодня об этом рассказ. Для многих не секрет, что англичане большие любители благотворительных акций. Они часто выделяют деньги на различные нужды, будь то животные, дети, больные и так далее. Это называется charity. То есть charity в переводе с английского это благотворительность. И так вот в 2009 году, когда я еще была туристом и мы с мамой приехали в Лондон навестить моего брата, мы увидели огромное количество разноцветных, разнообразных слонов, усеянных по всему Лондону. Естественно, я как фотограф-любитель на тот момент ходила и снимала везде, где мне попадались слоны. Я это все фотографировала. И как раз в тот момент я еще даже не думала о том, что я когда-либо буду жить в Лондоне, но у меня был свой блог на сайте Аталанта, где я описывала свои английские путешествия и так вот выставила целую галерею этих слонов. И как раз именно благодаря этим слонам я и познакомилась со своей первой лондонской подругой Настей, о которой я рассказывала уже, смотрите, в этом ролике. Именно на том сайте мы с ней задружились. Она тоже тогда писала про жизнь в Великобритании. После того, как мы с ней задружились в блоге, я в очередной раз поехала в Лондон и мы с ней там встретились. В 2011 году, когда я приехала на ПМЖ в Лондон, я абсолютно уже забыла про этих слонов и спокойно ходила, снимала репортажи для своего первого онлайн-журнала, в котором я работала в качестве уже фоторепортера. И только после я уже узнала, что это была акция в пользу защиты слонов. То есть всех этих слонов, после того, как они были выставлены по всему Лондону, собирали в одном месте и продавали на аукционе, деньги от которого шли на благотворительную акцию по защите слонов. И вот в 2012 году с февраля по апрель точно так же по всему Лондону появились огромных таких размеров яйца. Все абсолютно разноцветные, каждый имел свой дизайн и разрисовывали их не только художники, но и знаменитые люди, артисты, актеры и так далее. Это была акция в продолжение благотворительности в пользу защиты слонов, а также в пользу социально незащищенных подростков. То есть теперь деньги собирались не только на слонов, но и на подростков, у которых было трудное детство и может быть нету семьи и так далее. В общем, социально незащищенные дети. Пасхальные яйца, назовем их так, потому что вся эта акция, которая называлась Big Egg Hunts, большая охота на яйца, чуть-чуть попозже расскажу почему, она закончилась к Пасхе. И вот эти яйца стояли во всех знаковых местах Лондона, и на Трафальгарской площади, и в Гринпарке, и в Деловом Сити, во всех абсолютно районах. И почему эта акция называется Big Egg Hunt? Потому что всем жителям Лондона предлагалось отыскать абсолютно все 200 штук яиц по всему Лондону, которые были запрятаны в разных местах, и в магазинах, и в каких-то кинотеатрах. В общем, их надо было отыскать. На каждом яйце был номер, который надо было куда-то везти. То есть предлагалась такая большая карта, где было отмечено, где находятся эти яйца. И к тому, который найдет абсолютно все экспонаты, предлагалось в качестве подарка одно яйцо, которое стоило 100 тысяч фунтов. Это 10 миллионов рублей. Я, конечно, об этом не знала, потому что на тот момент у меня не такой хороший английский был, да и не было времени бегать по всему городу, отыскивать эти яйца. Может быть, на данный момент я бы и попробовала поиграть в эту игру. В общем, создаются такие благотворительные акции не только в поддержку Charity, не только в поддержку благотворительных организаций, чтобы поддержать детей и животных, но и также, чтобы развлечь туристов, которые были, конечно, в восторге от разноцветных экспонатов, но и также детей, которым предлагалась такая вот игра «Поохотиться на яйца». В 2012 году, так как это был Diamond Jubilee, 60-летний юбилей королевы, правящей на британском троне на тот момент, кстати, уже скоро будет 70-летний юбилей, Ну, о королевском юбилее я буду рассказывать чуть-чуть попозже, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Тогда, в 2012 году, эти яйца расписывались в разные тематики, предназначенные к Лондону, к Великобритании, к королевской семье, к короне. В общем, приурочено было вот к этому юбилею. Ну и олимпийская тематика кое-где проскальзывала. Если кто не помнит, про Олимпиаду я уже тоже рассказывала, смотрите в этом ролике. Все эти яйца стояли по всему Лондону и в последний момент, уже ближе к Пасхе, их свезли в Ковенгаден, чтобы люди могли увидеть абсолютно все экспонаты. И я где-то захватывала эти яйца по городу, а потом поехала туда, в Ковенгаден, поснимать это всё. И сделала свой репортаж, который стал моим личным первым репортажем для ютуб-канала Лондайланд. Этот репортаж я подкреплю вот здесь, кому интересно, пожалуйста, проходите по ссылке, смотрите. Все эти яйца состояли из стекловолокна, были одинаковы по форме, высотой 76 см, но разного дизайна. Знаменитые мировые художники и дизайнеры оформляли их по-разному, расписывая или украшая какими-то деталями, декором. Очень мне понравилась лондонская тематика, и королевский гвардец, и британский флаг, и телефонная будка, и почтовый ящик. Все основные символы Великобритании были использованы в представлении Лондона на этих яйцах. Интересно мне показалось яйцо в виде вот этого вот лондонского здания в виде огурца. Также разнообразно украшали различными пайетками, какими-то камнями, чуть ли не драгоценными, розами, бутонами цветов. Просто один глаз динозавра, который уже вылупляется из этого яйца. Какое-то яйцо было полностью облеплено британскими монетками. На каком-то было написано Keep Calm and Carry On London Underground и так далее. В общем, практически все, что связано с Лондоном, было использовано в украшении этих яиц. Ну, а после того, как акция закончилась, все эти яйца были проданы с аукциона, и деньги, которые были собраны на этом аукционе, пошли в благотворительный фонд в поддержку вот этих вот социально незащищенных подростков и на поддержание жизнедеятельности слонов. Вот такие вот акции проходят в Лондоне. Еще к Олимпиаде были представлены разнообразные телефонные будки, то есть их разрисовывали в разные расцветки, и тоже были интересно представлены в дизайнерском плане. Я их тоже где могла поснимала, но уже не охотилась так вот рьяно, как я ходила снимала вот эти вот яйца. Вот такая вот история. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok